Здравствуйте! В эфире дебаты кандидатов-депутатов в Магаданскую городскую думу по 6-му избирательному округу. Сегодня в студии кандидат-депутаты от партии «Единая Россия» Рафаэль Фатыхов. Рафаэль Рашидович, здравствуйте! Здравствуйте! И кандидат от партии КПРФ Инга Егорова. Инга Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Рафаэль Рашидович, ну расскажите о своей программе. Я родился в городе Магадане, живу, проживаю, не собираюсь никуда уезжать. И поэтому есть такое возникло желание продолжить свою депутатскую работу по нашему округу еще как минимум год. И поэтому хочу продолжить работу в городской думе, быть полезным нашим горожанам, нашим магаданцам. И с учетом моего опыта хотел бы предложить именно осветить и рассмотреть и решить насущные проблемы нашего округа. Основная проблема, я так считаю, всего города, в том числе и нашего избирательного округа номер 6, это состояние дворовых территорий, которые по отчету САТЭК где-то около 70% требуют где-то частичного, где-то капитального ремонта. Поэтому моя задача увеличение финансирования программы благоустройства именно в части ремонта наших дворовых территорий. Где-то частичных, где-то капитальных. Далее, с 2005 года, будучи депутатом, у нас была активно также была реализована программа по благоустройству в части установки детских игровых комплексов. Но со временем, к сожалению, время проходит и есть определенные нехорошие люди, назовем их вандалы, которые ломают эти комплексы. И поэтому сейчас пришло время, когда необходимо провести инвентаризацию, ремонт и соответствующее поддержание данных детских игровых комплексов, чтобы наши дети могли спокойно играть, отдыхать на территории наших дворовых территорий, чтобы родители могли не беспокоиться, выпустив своего ребенка во двор, чтобы он не получил травму. Расскажите, может быть, еще какие-то есть планы? Также необходимо, конечно же, ужесточить контроль работы управляющих компаний, как в летний, так и в зимний период. Потому что есть дворы, которых, допустим, с северной стороны в период весны идет оттайка снега, образуются наледи. Где, соответственно, необходима своевременная уборка снега, вывоз его из дворовых территорий. И много таких нюансов возникает. Допустим, вот так даже по памяти могу сказать, это наболевший двор, это район Кольцевой 34-36, где необходимо и водоотведение выполнять в кратчайшие сроки. Так что в этом направлении, в сфере ЖКХ, есть вопросы, над которыми нужно работать. Теперь слово Инге Николаевне. Добрый день, магаданцы. Я, как и многие, наверное, из вас, никогда не думала, что мне придется связать свою жизнь с политикой. Но после тех реформ людоедских, которые были приняты в прошлом году правящей партией власти, то есть пенсионная реформа, увеличение НДС, вот недавно очередное повышение тарифа Платон, все это сказывается катастрофическим образом на уровень жизни нас, обычных граждан. Пролетариата. Потому что пролетариат — это не рабочий и колхозница Мухиной, как у всех в памяти у нас осталось. Это мы, обычные граждане наемного труда. И уборщики, и продавцы, и слесаря, и водители, и экономисты с бухгалтерами тоже, кстати. И юристы, и директора, и начальники разных уровней. Нас с вами эксплуатируют. Нам необходимо идти во власть всех уровней законодательной и исполнительной власти. Для того, чтобы мы с вами смогли принимать и проводить в жизнь законы в интересах нас, общества, большинства, а не кучки олигархов, которые интересуются исключительно своей прибылью. И что касается конкретно нашего округа, ну, в принципе, темы, которые я поднимаю в своей программе, они касаются не только данного округа, но и всех прочих округов нашего города, нашей столицы Колумбского края. Одна из них — это дети. Дети — это наше будущее. Я уже на протяжении более года занимаюсь вопросом сначала как просто физлицо, затем как председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» и его местного отделения. Вот с вашей помощью, если мне удастся стать депутатом, на депутатском уровне буду поднимать этот вопрос. Вопрос об запрете расположения специализированных виноводочных магазинов в жилых домах, о пресечении продажи алкоголя несовершеннолетним. А второй пункт по детям, который есть в моей программе, это необходимость установления соответствующих российскому законодательству контейнеров твердых бытовых отходов. Все, что есть на улицах нашего города, не соответствует федеральному законодательству. Это контейнера открытые. Учитывая розу ветров, по городу разлетается по детским площадкам мусор. Он привлекает крыс, бездомных собак. Мы должны побеспокоиться о своих детях и об их здоровье. Следующий вопрос по безопасности наших детей — это пешеходный переход, второй пешеходный переход напротив 24-й школы. Почему он убран? Почему создаются прецеденты для ДТП? Все прекрасно знают, что в этом месте дети как ходили через дорогу, так и продолжают ходить. Следующим уровнем моей программы является молодежь. Молодежь — это наше будущее. Сегодня основная часть молодежи, с кем я общалась, либо общались мои друзья и знакомые, не видят себя здесь. Основная часть из них стараются уехать в ЦРС, потому что перспектив в нашем городе и области они просто не видят. Посмотрите, сколько осталось учебных заведений, какой выбор профессий там, как они могут себя реализовать, когда промышленность и сельское хозяйство просто уничтожены до основания. Я предлагаю общаться с представителями различных учебных заведений, подключить к этому наше министерство образования, выявлять необходимость, потребность, запросы в определенных профессиях и привлекать филиалы учебных заведений, которые могут обеспечить нам обучение по этим специальностям, в наш регион. Это будет большим залогом того, что хотя бы какую-то часть молодежи активной нам удастся сохранить на нашей территории, соответственно, подарить будущее нашему городу. Рафаэль Рашидович, может быть, хотите что-то добавить по поводу детей, алкоголя, мусора? Мною на протяжении уже, я так полагаю, 2010 года проводятся мероприятия по названию «Спортивные игры» под лозунгом «Дворовый тренер», где и каждые выходные, субботу и скисенья на определенных детских площадках, в частности, на хоккейных коробках, проводим такие спортивные мероприятия, где инструкторы детьми играют, играют различные наши старые, забытые, советские игры, дворовые игры, спортивные игры, в заключении «Играем в футбол». И задача этих мероприятий для того, чтобы наши дети отвлеклись от телефонов, ноутбуков, гаджетов, чтобы они больше активно проводили время на свежем воздухе. И данные мероприятия я планирую проводить регулярно, и проводятся они, чтобы все-таки наши дети привыкли вести здоровый образ жизни. Инга Николаевна, хотели бы что-то добавить? Обком партии, как и я, являясь кандидатом в депутаты, абсолютно против бездумной оптимизации городских поликлиник. Потому что есть вероятность того, что если данная реформа все-таки будет проведена, без учета всей специфики нашего города, населения, наличия врачей, в связи с этим может возникнуть ситуация, когда мы не только через госуслуги не возьмем с вами талон, чтобы попасть на прием даже к обычному терапевту, я уже как бы умалчиваю об узких специалистах, но и огромные очереди, которые стоят по утрам в регистратуру, станут еще больше. То есть это очень такая глобальная проблема, но почему-то она замалчивается, и я не вижу в местных средствах массовой информации подробного изложения того, каким образом планируется провестись данная оптимизация. Очень бы хотелось, чтобы власть услышала нас, своих избирателей, свой народ и кандидатов от народа, о том, что мы должны быть в курсе всех принимаемых ими решений. Мы знаем, что существует решение Магаданской городской думы за номером 42Д от 27 апреля 2006 года. На основании которого муниципальные депутаты обязаны отчитываться перед своими избирателями о проделанной работе. Но вы видели эти отчеты? Информация действительно публична? Кто-нибудь знаком с ней? Я считаю, что необходимо обязательно разработать четкие критерии данных отчетов, чтобы вы видели, что делают ваши избранники. Инга Николаевна, спасибо вам большое. Рафаэль Рашидович, спасибо. Напомню, это были дебаты кандидатов-депутатов Магаданской городской думы по 6-му избирательному округу. В них участвовали кандидат от партии «Единая Россия» Рафаэль Фатыхов и кандидат от партии «КПРФ» Инга Егорова.